Уже в шестой раз в киноконцертном зале «Панорама» областного центра открылся международный православный кинофестиваль «Русское сердце». Традиционно он проводится при поддержке Федерального и Регионального министерств культуры и по благословению митрополита Тверского и Кашинского «Амвросия». Об особенностях нынешнего кинофорума смотрите прямо сейчас. В нынешней программе фестиваля 22 работы. Это детские и короткометражные фильмы, игровое и неигровое кино. Среди примеров последнего – документалка Деникин Алексей Бурыкина. Он убежден, что давно пора объективно взглянуть на личность этого русского генерала. Наша история великая, большая, она тысячелетняя. И какие-то страницы пролистывать и не читая невозможно уже. Уже невозможно, сейчас уже невозможно. Нам надо эти страницы изучать. Нам надо этих выдающихся людей. Среди художественных фильмов, которые увидят зрители, стоит отметить работу «Спасайся, кто может». Изначально снятая как телесериал, затем перемонтированную в полнометражную картину, она повествует о повседневной жизни православной молодежи Ульяновска и Казани. Это сообщество православный молодежный клуб, ребята оттуда. Плюс ребята, которые случайно попадают в это общество. А обычных наших ребятах съемки проходили в Ульяновске и в Казани. Актеры тоже наши Ульяновские, в основном актеры нашего драмтеатра, только наши и казанские. В этом году произошло два знаменательных события в истории фестиваля. Во-первых, в октябре мероприятия кинофорума прошли на новых территориях. Во-вторых, изменился его статус. В этом году мы радостно стали международным кинофестивалем. Поэтому у нас в программе два иностранных фильма в конкурсной программе. Один сербский, второй узбекский. И еще один сербский фильм вне конкурсной программы, которым мы закроем фестиваль в субботу, 3-го числа в 7 часов. И, соответственно, жюри. У нас международный состав тоже присутствует. Соответственно, и жюри стало международным. А возглавит его заслуженная артистка России Алена Бабенко. Что касается Твери, то помимо ККЗ «Панорама», фильмы будут демонстрировать в детском центре «Мир». Из прежнего останется один из принципиальных моментов. Вход на все мероприятия и кинопоказы совершенно свободный. Субтитры создавал DimaTorzok